Продолжение следует... Что как она себя называет, я на самом деле соглашусь, что она профессиональная, потому как понятие профессиональный означает, что она довольно стойкая и в ней максимальное количество пигментов, до 90% пигмента в каждом декоративном продукте. То есть этим понятием вполне соответствует косметика, насколько я смогла убедиться. Значит, у меня на упаковочках написано, что производство Южная Корея. Вот так вот выглядит палеточка, которую я купила. Ещё я приобрела пигмент и кисть очень маленькую для всяких детальных работ, уголков и для того, чтобы тянуть тёмный цвет, например. В общем, по порядку обо всём. Самое интересное для меня и самое полезное – это вот такая вот палетка. Я купила аж три штуки. Кстати, все ссылки на адреса магазинов джинс, на их сайт и на видео других девушек про эти тени, которые мне очень понравились, тоже внизу. Поэтому не спрашивайте меня, где купить. Ответы на эти вопросы я уже дала внизу. В общем, очень классные палетки тем, что они магнитные. То есть мы можем взять любые другие тени, какие-нибудь там MAC, Make Up For Ever. Всё, что в металлической упаковочке хорошего качества, именно хорошего качества, будет магнититься на эту палеточку, и мы сможем передвигать. Вот такие вот тени в магазине, где я покупала Pretty Woman, стоят по 99 рублей. Вот такие кейсы стоят по 250 рублей, и есть маленькие кейсы по 200 рублей. Ещё у меня есть корректор очень светлого бежевого цвета, он по 150 рублей. В общем, что я вам хочу сказать сразу, косметикой я очень довольна, но недовольна магазином, в котором я покупала. Я покупала на партизанской в торговом центре, который рядом с гостиницами Альфа, Бета, Гамма. И недовольна я тем, что у них, во-первых, нет хороших акций на эту косметику, точнее как. Вообще, марка должна продавать вот такие вот тенюшки наборами по 12 штук в соответствующей цветовой гамме. Довольно дёшево, в районе 550 рублей. Ну, то есть, покупаем в дешёвенькой упаковочке набор теней, не выбирая цвет, зато за меньшие деньги экономия там в два с лишним раза. В этом магазине нет такого. То есть, у них написано, что вот эта вот палеточка на 12 теней, тоже фотографии можете посмотреть внизу этой палеточки, которая должна стоить 550-520 рублей, у них она стоит 1200, то есть, никакой скидки они мне не дают. Это первое, чем я недовольна. Второе, чем я недовольна, ну, помимо того, что у них беспорядок и непонятно где что, и, в принципе, тестеры затёрты, то есть, практически никакого пигмента не дают, непонятно зачем они, они ещё недовольны тем, что у них много чего уже сейчас, в данный момент нет. То есть, маленький выбор, например, подводки остались сухие только чёрного цвета, там, консилеры, там, очень ограниченного количества цветов, ну, то есть, у них реально заканчивается, давно не было привоза, заканчивается ассортимент, поэтому туда я не советую ехать. Если вы знаете, где есть вот эта вот акция, где есть возможность купить 12 цветов по 550 рублей, пожалуйста, напишите, ну, в Москве и Московской области, в этом регионе. Значит, по поводу теней, все сводчи будут внизу, у меня здесь белый матовый цвет, очень им довольна, он довольно пигментированный, и, ну, он на 90% матовый, всё же у него есть лёгенькое сияние. Дальше бежевый, им я очень недовольна, он плохо пигментирован. То есть, как и в других марках, здесь есть непигментированные цвета. Номер 202 не советую, вот реально, это была ошибка, был мой промах. У меня есть такой светлый, очень красивый цвет, он вроде бы почти бежевый, но у него золотое свечение, потом насыщенный золотой. Мне впарил консультант такой красивый оттенок бежево-розового, светло-такой абрикосовый. Есть здесь у меня такой светло-коричнево-рыжеватый, интересный цвет коричнево-бордово-фиолетовый, фиолетовый, не тёплый, не холодный, непонятно какой, очень пигментированный. И, опять же, все свочи со всеми-всеми названиями внизу, можете посмотреть, как это выглядит на коже. Ещё я выбрала вот такой вот зелёный насыщенный, фиолетовый насыщенный, тёмно-синий. Вот эти цвета очень пигментируют. И за покупку мне подарили ещё один цвет синей. Я выбрала чёрный, вот он, ну, обычный чёрный такой цвет, вот. В общем-то, тени мне уже понравились. Дальше буду ещё больше тестировать в конце месяца, расскажу вам про них. По-моему, большинство вполне хорошо пигментированы и передают цвет очень хорошо. Не знаю насчёт сравнения с другими марками, пока ещё не разобралась, но вот такую вот симпатичную семейку я себе прикупила. Консилер. Консилер меня очень порадовал тем, что по цене 150 рублей, на мой взгляд, это абсолютнейшая копия консилера от MAC, который выглядит вот так вот. Значит, Studio Finish Concealer. Единственное, вот эта штука стоит сейчас в Москве, но рублей 600 или больше, вот эта штука стоит 150 рублей. Разница. Цена намного предпочтительнее джинс, цветовая гамма. Выбор цветов MAC огромен, но все они либо сильно розоватые, либо сильно желтоватые. Соответственно, если вы не профессионал и вам не нужно для реальной нормальной жизни консилер с каким-то диким, сильно желатым или сильно розовым подтоном, то джинс вам может предоставить, но очень маленькую линейку нейтральных оттенков. То есть у них порядка 4 нейтральных, один светлый розовый, один зеленоватый, один лиловый. То есть сложно сравнивать. По-моему, и та, и та линейка цветов не идеальна. Вполне неплохо себя ведет этот консилер. Сейчас он у меня под глазами. Ну, я бы еще попробовала зеленый, но его не было, к сожалению. Значит, самое крутое в этой палетке, то, что мы можем прилепить на нее тени других марок. Например, это вот Avon. Это была вот такая вот палетка. Видео о том, как депортировать тени и румяна, есть в большом количестве на YouTube, но я еще сниму отдельное дополнение к этому видео от себя, что вам еще важно знать по этому поводу. И, например, румяна от Bourjois, хайлайтер от Bourjois, ну и что вам еще захочется, вы можете точно так же добавить в эту палетку, организовать, как вам хочется. И это для меня самое-самое-самое полезное вообще во всей марке джинс. Я, например, все свои тени и румяна, которые я хотела депортировать, вот так вот вытащила из контейнеров и разложила в эту палетку. Мне будет очень удобно пользоваться всем в одной упаковке, поэтому палетку очень сильно советую. Еще мне понравились некоторые кисти, некоторые довольно редкие и довольно низкого качества, но некоторые очень хорошие. Например, вот такая вот 27-я кисть для очень маленьких элементов. Шла она вот в такой вот упаковке со своим номером. Она очень такая упругая, такая плотная, хорошо набрана, очень-очень-очень хорошей формы. Вот она мне очень сильно понравилась, уже использовала ее уже пару раз даже. Кисть эта стоила 230 рублей в том магазине, где брала ее я. Еще штука, которая мне очень понравилась, это пигмент номер 20 Stone Pearl. Это такой пигмент с эффектом слюды, что ли. Как бы это объяснить? Ну, постараюсь вам показать. Надеюсь, будет видно. Смотрите лучше сводч. Этот пигмент у меня сейчас на глазах, то есть дает просто такой металлический эффект серебристый морозный, такого инея. Пигмент мне очень пришелся по душе. Огромная упаковка, просто невозможно. Огромная, 5 грамм, большой объем. Недорого, хватит на всю жизнь вам и вашим внукам. Для визажистов очень сильно советую. Для любителей. Конечно, не уверена, что всем любителям, особенно начинающим, пойдет эта палетка, но очень многим, таким как я, помешанным и тем, кто хочет организовать компактно свою коллекцию, очень подойдет. Профессионалам эта палетка абсолютно точно подойдет, потому что это самая дешевая альтернатива. То есть, какие есть варианты? Вы можете купить палетку MAC, которая будет намного меньше. Она не магнитная, она металлическая. И большинство людей делает именно так. Это колоссальный гемор. Купить за дорого палетку MAC, вынуть из нее часть с ячейками, оставить такое металлическое поле, приклеить к каждой своей тенюшке, которая не маг, магнит, и только потом пользоваться. И это вам обойдется в кругленькую сумму и большое количество времени. Второй вариант. Заказать палетку Z, британскую палетку, которая с сайта Z-Palet с доставкой обойдется, по-моему, рублей в 900, если я не ошибаюсь, либо 2 за 1500 с доставкой до Москвы, Московской области. Она будет такая же магнитная, то есть вы также точно можете на нее добавить свои тени любой формы, просто в металлических контейнерах, но, опять же, это будет дорого и вам нужно будет ждать. И вот этот вариант, мне кажется, самый потрясающий. Очень благодарна всем девушкам, которые сделали видео про эту марку и дали мне возможность найти просто и купить себе эти палетки. Вот у меня их целых 2. Безумно довольна. Тени. Совершенно точно любителю они понравятся, безусловно. Они очень пигментированные, они действительно хороши в работе во многом и огромное количество цветов. Насчет профессионалов я на 100% не уверена, потому что не все тени меня поразили своей пигментацией. Если честно, по супер восторженным отзывам, что они лучше маг, что они супер-супер, что цвет такой же, как в контейнере, я ожидала чуть большего. Меня они чуточку разочаровали, но, тем не менее, цвета очень красивые, поэтому буду с удовольствием пользоваться. То есть любителям совершенно точно понравится, но выбирайте аккуратно, чтобы не промахнуть с не пигментированным цветом. Профессионалам, вот не уверен на 100%, но начинающему профессионалу, у которого не есть сейчас денег на большую какую-то дорогую коллекцию, Мак, например, если Мак Рефил стоит сейчас 500 рублей в Москве, то вот этот вот стоит 99, или даже, возможно, можно найти дешевле. Моё мнение, что для начинающих визажистов вот этот вот консилер стоит попробовать, потому что абсолютно копия Мак Селект Коверап только за меньшие деньги, и вы по цене одной вот такой вот штуки за 600 рублей можете купить 4 вот таких вот в разных цветах, то есть экономия на консилеры практически больше не придётся вам тратиться. Вместо одного купите 4. Рассыпчатая пудра-пигмент. Новичку я не уверена, нужно ли это, потому что его слишком много, то есть он, конечно, очень классный, он, конечно, даёт очень хороший эффект и суперский макияж, его можно использовать потом и на ногтях, ещё есть несколько использований, но его реально слишком много для новичка. Не знаю, куда это можно деть. Скорее, лучше покупать пополам с подружкой, пересыпать куда-то, потому что, ну, просто это никогда не будет использовано. Профессионалам я очень советую, особенно начинающим визажистам, потому как он действительно хорошего качества, особенно не такие вот с крупными, такими блёстками заметными, да, а такой первомутр, который ложится ровным цельным слоем, не таким вот зернистым, а другие тона, которые помола мельче, они действительно хорошего качества, по-моему, они сравнимы с профессиональными дорогими пигментами, и я думаю, вы не пожалеете, что потратили эти какие-то 250 рублей на огромную баночку продукта. По поводу кистей. Вот моя 27-ая, я думаю, очень многим понравится, и новичкам, если им она вдруг нужна, и профессионалам, потому что профессионалу точно пригодится, очень многофункциональная, можно и на губы наносить цвет, и консилер, и на внутренний уголок, и тянуть очень хорошо карандашную технику, куда вот карандашик наш делает тень, очень хорошо ей получится. Насчет остальных кистей я не уверена, потому что очень сильно качество варьируется от модели кисти. То есть разные номера кистей абсолютно разного качества. Единственное, для новичков очень посоветую подобной формы. У них есть черненькая кисть для растушевки. Она довольно не густая, если честно, зато она очень-очень мягкая. Я ее попробовала в магазине, мне показалось, что она действительно будет хорошо растушевывать, поэтому если вы сильно думаете над покупкой MAC 217, особенно если у вас очень маленькие глаза, и вы на бюджете, и думаете вкладывать в нее деньги или нет, я думаю, что можно попробовать подобные формы кисть от джинс купить за 250 рублей, которые вполне, мне кажется, справляются со своей работой. Может быть, не так идеально, как 217, но, по крайней мере, кисть от джинс, она поуже, поменьше. То есть на маленьких глазах особенно будет даже удобнее работать, может быть. И она не такая дорогая, она довольно мягкая, то есть, может быть, не так идеально со своей работой будет справляться, как 217, но, по крайней мере, справляться будет, я думаю. Вот такое вот мое мнение у косметики джинс. И всем спасибо за просмотр.